Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, выражаясь политкультурным языком наших западных профессоров, Россию поставили на щетку. Гаакский суд присудил нам 50 миллиардов долларов, на которые мы обидели владельцев ЮКУС. Есть сторона дела содержательная и сторона дела формальная. С содержательной стороны дела я считаю, что ЮКУС был разгромлен неправильно. Но, с другой стороны, я считаю, что весь российский бизнес, весь российский олигархический бизнес, за воровскую приватизацию в первой половине 90-х годов должен платить компенсационный налог. Не можете заплатить деньгами то, что вы тогда, вернее, то, что вам тогда позволили украсть, или, если угодно, то, что вам тогда подарили. Пожалуйста, платите пакетами акций, дело житейское, ничего сложного. В Великобритании это было абсолютно цивилизованная, абсолютно рыночная мера. И сам Ходорковский против него в свое время не только не возражал, но даже и методички писал, как это сделать правильнее и рациональнее. Не для государства, естественно, писал методички, а для оппозиционеров. Консультировал, насколько я помню. И вот ЮКОС, бывший ЮКОС, от этого налога нужно было освободить по детской причине, что этот налог уплачен его владельцами в натуральной форме, в форме 9 лет собственной жизни и в форме собственного имущества. Но поскольку российское государство разумных мер ограничения олигархата не вводит, оно получает по зубам, по полной программе со стороны лучших представителей этого самого олигархата, которые были наказаны не потому, что они были олигархами, а потому, что они олигархами попытались перестать быть. Это в содержательной точке зрения. Я не очень понимаю, почему должны платить обычные люди эти деньги, а не те, кто непосредственно организовывал этот процесс и кто в нем участвовал. То есть я понимал бы, если бы был список, условно говоря, ЮКОСа, аналогичный списку Магнитского. Но почему должны платить рядовые люди, которые в этом не участвовали и участвовать не могли в силу специфики российской политической системы, я этого не понимаю. Если судить по некоторым высказываниям господина Ходорковского, то он тоже не понимает. Правда, после блистательного выступления на Майдане, где он сказал, что он не видит здесь фашистов, находясь в городе, заклеенном портретами Шухевича и Бандеры, остается только пожелать ему, что зрение его со временем восстановится. И обычное зрение, и политическое. Правда, после 9 лет лишения свободы, человек имеет право на последовательные системные заблуждения. Имеет право. Что касается всего остального формальной стороны, ну, вы знаете, суд в Гааге очень сильно напоминал судилище над Удальцовым и Развозжаевым. У меня вообще такое ощущение, что какие-то западные юмористы решили, как опять-таки говорят в наших официальных кругах, кинуть обратку. Чтобы российская бюрократия поняла на своей шкурке, а каково это «политически обусловленное правосудие» в кавычках. Судьи Гаагского суда очень четко дали всем понять, что они не являются специалистами в налоговом праве, и в российском налоговом праве, и в налоговом праве других стран, они понимают ничего. Тем не менее, специалистов по налоговому праву они заслушивать не стали. Они стали принимать решения сами в том, в чем они гарантированно не разбираются. Ну, реализовав на практике знаменитый принцип Псаки, «Я ничего не знаю, но виновата Россия». С другой стороны, они обнаружили и пришли к крайне нетривиальному заключению, вот, правда, для меня это был некоторый шок. Они сказали, что ЮКОС совершил, в переводе с дипломатического на русский, что ЮКОС совершал налоговые нарушения. Господа из ГААГСского суда. А у нас был такой министр налогов и сборов, Сюрдюков. Он по операциям ЮКОСа написал учебник о том, как правильно пользоваться возможностями законодательства. Нет, министр налогов и сборов, это не важно. Это не авторитет ни для Басманного суда, ни для ГААГСского. Они выступают в одной весовой категории. Они сами все лучше всех знают, и ГААГСский суд зафиксировал, что ЮКОС делал нарушение. Но, если быть точным, осуществлял сомнительные операции налоговые. Дальше. Они зафиксировали, что ряд действий ЮКОСа привел к его банкротству. Простите, пожалуйста, а если компания сама себя банкротит, то вообще-то она сама виновата в том, что с ней случилось, и тогда, простите, какие претензии к Российской Федерации, кроме того, что ее управляет Путин? Нет. ГААГСский суд решил, что в силу этих обстоятельств, налоговых нарушений, сомнительных операций, и в силу того, что ЮКОС сам способствовал своему банкротству, сумма штрафа, хотя на самом деле, почему этот штраф я не понимаю, это в чистом виде, если следовать логике высказываний, это упущенная прибыль, нанесенная ущерб. А эта сумма уменьшается на четверть. Господа, а почему на четверть? А почему не на 75%? А почему не на 1%? А почему не на 100%? Прости, Господи. Нет, это суд фиксирует, что это произвольное решение суда. Господа, вот я недавно судился в московском суде. Мне были предъявлены претензии, и у меня претензий к суду нет, потому что все было очень гуманно и корректно, и внятно, хотя растянулся больше, чем на год. Но, вы знаете, в четырежды обруганном всеми, подконтрольном всеми, политически ангажированном, и дальше по списку в московском суде, где суди рассматривают по 30-40 дел в день, вопрос к истцу, а чем вы обосновываете сумму иска, а почему вы считаете, что вам нанесен именно такой ущерпанье на другой, а не другой, он был очень серьезным. И он был одним из аргументов, по которому этот иск был отклонен, потому что истец не мог сказать, собственно говоря, в чем эта сумма. Чем условна эта сумма. А здесь в ГААГе, Европейский суд, Международное право, люди говорят, а мы ничего обосновывать не будем, мы полпалец в потолок, решили, что четверть, и четверть скидываем. Господа, что за бред, простите, пожалуйста. Дальше. Суд принимал решение, обвинив нас в несоблюдении энергетической хартии. Энергетическая хартия – это набор политических декламаций. То есть декларации и декламации тоже. Трава зеленая, небо синее, никто не должен никого грабить. Право защиты инвестора, который является фундаментальным и закреплено не только в энергетической хартии, оно столь же фундаментально, как и обязанность инвестора оплатить налоги. И когда они вступают в противоречие, энергетическая хартия здесь ни при чем. На самом деле, Россию обвинили, и Россию, значит, прижали и наказали на 50 миллиардов из-за невыполнения договора к энергетической хартии, которая, прости господи, Россия не ратифицировала и соблюдает не то, что не обязана, а не имеет права соблюдать. Юридически не имеет права. Это то же самое, что судить меня по уголовному кодексу государства Лесота, о котором я понятия не имею, в котором я никогда не был и никакого отношения к нему не имею. Поэтому, с моей точки зрения, это был абсолютно политически ангажированный суд, который, с одной стороны, дожидался выпуска Ходорковского на волю, чтобы его не ухудшить, его положение, а с другой стороны, проходит в условиях информационной войны против России, когда Россия объявлена империей зла и во всем виновата. Именно по этой причине никакие апелляции Российской Федерации, никакие встречные возражения рассматриваться всерьез не будут. Точно так же, как не рассматривались в суде содержательные аргументы Российской Федерации. Вернее, рассматривались, но в расчет не принимались. Россия в суде приводила содержательные аргументы, корпоративные истцы говорили в основном об общей нетерпимой атмосфере, которая сложилась в России. Это та же самая логика, которая работает сейчас в отношении украинского конфликта. Путин плохой, поэтому русских нужно убивать. Гаагский суд, слава богу, принял более цивилизованное решение. Путин плохой, поэтому русских нужно грабить, пока еще не убивать. При этом люди, которые действительно пострадали в результате всей этой истории, Ходорковский и Лебедев, насколько я могу судить, не получат ничего. Потому что добрые люди, которые вовремя сбежали в Израиль, и которые, с моей точки зрения, приложили огромные усилия для того, чтобы Ходорковский сидел как можно дольше, потому что тогда они были хозяевами ситуации на Западе, они в свое время перекупили все обязательства. Так что Ходорковскому и Лебедеву не достанется ничего, как многим другим, настолько я могу судить пострадавшим. Реальные последствия этого дела, с моей точки зрения, ужасны. Потому что, когда этот приговор вступит в окончательную силу, когда все апелляции будут отметены, у России окажется перед выбором. Можно заплатить 50 миллиардов долларов, или сторговаться с невзгляном на какие-то меньшие суммы, но есть прецедент. Завтра вылезет из-под коряги Вася Пупкин или Джон Смит и скажет, а вы знаете, в России очень плохо живут пенсионеры, поэтому вы нам должны триллион долларов. И в рамках политического процесса, который нам продемонстрировали Гарскими судом, этот иск будет не просто принят к рассмотрению, а будет принято решение в пользу Васи Пупкина или Джона Смита. Пенсионеры у нас действительно живут очень плохо. Это правда. Святая. И платить за это мы будем платить, и платить, и платить, пока деньги не кончатся. Запад включит механизм раскулачивания, который в свое время применял товарищ Сталин. Когда с кулака взимался налог. Если кулак налог платил, с него взимался еще один налог. И так до тех пор, пока деньги у кулака не кончались. А когда у кулака деньги кончались, его арестовывали за неуплату налога. За злостное неуважение советской власти и игнорирование ее законных требований. Вот этот сценарий сейчас будет разыгрывать с нами. Если вы думаете, что сложно найти, в чем мы виноваты, прочитайте любую из наших газет. Или просто послушайте любое выступление наших первых лиц. И сопоставьте их с международным правом. Мало, поверите, не покажется. Так что Российская Федерация, единственное разумное, что сможет сделать Российская Федерация, это сказать, что, дорогие друзья, ваш суд мы не признаем, воспроизвести полностью цитаты товарища Удальцова и других политических заключенных, и сказать, что вы нас судите по политическим основаниям, а не по уголовному и корпоративному праву, поэтому мы не признаем больше ваши суды. Это означает резкое затруднение работы бизнеса. Действительно, резкое затруднение. Это означает то, что любые государственные активы, кроме дипломатических, на Западе и в странах, которые признают европейское право, могут быть арестованы. То есть нам предстоит большая работа по реструктуризации государственных активов за рубежом. Это огромные проблемы, включая активы государственных компаний, между прочим. И самое неприятное, потому что это технические проблемы, если их решать, их можно решить, ничего страшного. Но самое печальное, что российские граждане лишатся возможности в этой ситуации апеллировать в Европейский суд по правам человека. Эта структура громоздкая, бюрократическая, как говорят многие восточные европейцы, чудовищно коррумпированы. Но она дает обычным нашим гражданам мечту на правосудие. Она не дает реального доступа к правосудию, потому что самые чудовищные зверства, самые чудовищные пытки ведут к тому, что этот суд многие-многие-многие годы спустя присуждает выплату жалких тысяч евро. Две тысячи, пять тысяч. Один я случай знаю, 12 тысяч евро, которые то не сразу выплачиваются с безумными проволочками. Но это мечта, с одной стороны. А с другой стороны, это острастка, потому что когда в провинции мелкому, взорвавшемуся чиновнику говорят, я на тебя в Страсбург подам, я дойду до Европейского суда по правам человека, и ты будешь крайним здесь. Мелкий чиновник тоже не знает, что такое ЕСПЧ. Он тоже думает, что это правосудие. Он тоже побаивается. И иногда это работает. Вот, к сожалению, этот суд не приведет к тому, что у нас отнимут 50 миллиардов долларов. Это приведет к тому, что у нас отнимут мечту. Это приведет к тому, что нам придется добиваться правосудия здесь, на этой земле, в государстве, которое многие из нас по инерции еще считают своим. Это приведет к тому, что нам придется бороться за свои права. Может быть, не так, как за свое право на жизнь борются ополченцы Донецка и Луганска, но, вы знаете, поверьте, мало не покажется. И людям, привыкшим к комфорту, пусть даже к нищему комфорту, с бутылкой пива и светлым телевизором, им тоже придется оторваться от телевизора и пива и бороться за свои права. Им этого не хочется. Нам этого не хочется, никому из нас. Мы привыкли. Но это решение в ГААГе, лишая нас в будущем мечты о европейском правосудии, приведет к тому, что нам придется бороться за свои права здесь. Никому не хочется бороться, но придется. Не знаю, ругать ли за это ГААГу, или благодарить, или относиться к этому нейтрально, но мир ломается, и историческая пауза, когда мы могли сидеть в партере и смотреть на историю поеда и попкорн, заканчивается на наших глазах. Вступайте в общество охотников и рыболовов, и учитесь пользоваться спиннингами и другими предметами, которые вы получите право иметь в качестве членов этого общества. На нас наваливается история. Мало нам не покажется. Будет интересно. И может быть, мы через некоторое десятилетие, скажем, с гордостью, эти дома, эту страну, эту цивилизацию построили мы. А может быть, если нам повезет, глядя на кладбище, скажем, что мы потерпели поражение. Но тем не менее, на нас опять наваливается история. Кто думает увильнуть от ответственности, не получится. Не надейтесь. Спасибо. Спасибо.